Девушки отдыхают И деньги построены сооружения Все держатся в строжайшем секрете Но многие исследователи не исключают Что строительство спонсировали Представители финансовой элиты А необычные послания Это не что иное, как 10 заповедей Нового мирового порядка К которому Они так упорно стремятся Известный английский писатель Автор теории заговора нового времени Дэвид Айк Относительно недавно потряс общественность Очередной сенсационной статьей В ней говорится о том Что любое онкологическое Заболевание Легко излечимо А то, что от рака ежегодно умирает Почти 9 миллионов человек Это реализация Плана мирового правительства По сокращению численности Населения планеты Наш мир обречен И его ждет печальный удел В том случае Если человечество будет И дальше продолжать бездействовать Итак В руки Дэви Дайка Попели секретные документы Более чем 40 летней давности Оказывается Еще в 1969 году В центре Рокфеллера На закрытой конференции врачей Особо приближенных к элите Был сделан секретный доклад Вот небольшая выдержка из него Мы сейчас можем вылечить любой вид рака Но мы не должны разглашать эту информацию Без соответствующего разрешения К тому же массовая смертность От онкологии или других болезней Замедлит темпы роста населения Я получил эту информацию От хорошо осведомленных людей Которые работают в правительстве Разведывательных службах Которые являются частью этой системы Эти люди в курсе всего происходящего Но не согласны С существующим порядком вещей Сегодня Всемирная организация здравоохранения Планирует Что к 2030 году Смертность от рака Значительно вырастет От 9 до 12 миллионов человек в год Вдумайтесь Разве не является по меньшей мере Странным то Что организация призванная Бороться с болезнями И призванная искать новые решения Вместо этого планирует смертность То есть с высокой трибуны Нам как бы заявляют Что с онкологическими заболеваниями Медицина бороться не собирается Фармацевтический бизнес Не ставит перед собой цель Излечить рак Зачем излечивать болезнь Если можно получить деньги На борьбу с симптомами При этом совсем не обязательно Рассказывать доверчивым пациентам Что яды химиотерапии Убивают как раковые Так и здоровые клетки И в результате Самого человека Тут еще конечно Этот вопрос Когда фармакологическим компаниям Выгодно не вылечивать А лечить Это давно известно И даже есть такой анекдот Вы знаете Наверное Когда там Сын пришел к отцу Сказал Папа этого больного Вылечил за три дня Он говорит Врачок Я его лечил Пока я улечил Я тебе дом построил Я машину купил Я там То-то сделала Твой за три дня Улечил То есть Понимаете Это же не просто так Эти анекдоты существуют И это действительно так К сожалению Писатель Дэви Тайк утверждает Что дело не только В деньгах и прибыли По его словам Мировая элита Ведет целенаправленную Политику по сокращению населения Проще говоря Политику геноцида Поэтому возрастающая смертность В том числе и от болезней Имеет плановые показатели А если же какой-нибудь врач Вдруг откроет способ лечения рака То он сразу же попадет Под обстрел чиновников От медицины И представителей властей Один из тех Кто открыто пошел Против системы Итальянский врач-онколог Тулио Симончини Я думаю Что уже пора начинать Общественное движение Против существующих методов лечения Официальная онкология умерла На уровне философии и науки Нельзя продолжать исследования Которые длятся более ста лет Это уже не наука А интеллектуальное мошенничество Идея о ненормальном делении клетки Это ложная идея Рак это не генетическое заболевание Тулио Симончини утверждает Что традиционное объяснение природы рака Совершенно неправильное Его исследования показали Что рак это грибковое заболевание То есть раковые опухоли Вызываются одним из видов плесени Еще в юности Исследуя мир насекомых Тулио Симончини Был потрясен способностью Тропической плесени Поражать муравьев Проникая в голову муравья Грибы плесени убивают его А затем начинают движение наружу Из головы мертвого муравья Вырастает паразит В виде длинного стебелька Который разбрасывает вокруг себя Споры грибов И инфицирует других муравьев А вот опасность для людей По словам Тулио Симончини Исходит от другого вида плесени Грибка кандиды Известного как возбудителя молочницы Этот грибок живет даже в организме здоровых людей Сильный иммунитет держит кандиду под контролем Но если организм ослаблен Грибок вызывает злокачественную опухоль У каждого живого существа Есть гриб-паразит У растений и насекомых Есть свой гриб-киллер И в организме человека То, что принимают за рак Порождают именно грибы-паразиты Феномен грибка кандиды Заключается в том Что его очень трудно убить Существующими сегодня Противогрибковыми препаратами Кандида быстро мутирует Приспосабливается к лекарствам И даже начинает ими питаться Но опытным путем выяснилось Что грибки почему-то не выживают В среде бикарбоната натрия То есть раствор обычной пищевой соды Их убивает Я хочу показать вам Насколько сильно действие бикарбоната Мне позвонил один турецкий политик Попросил помощи Смотрите Дата 6 декабря 2010 года На первой фотографии Сначала ко мне отнеслись скептически Но потом это отношение поменялось Видите Фотография от 7 декабря Разница в один день Смотрите Насколько уменьшилась опухоль По его словам Нередко для победы над болезнью Достаточно одного сеанса промывания опухоли Раствором пищевой соды При тяжелых стадиях обычно хватает Четырех сеансов Среди первых пациентов У меня был 11-летний мальчик С опухолью мозга Он был в коме И через несколько часов После применения бикарбоната натрия Мальчик проснулся Окрыленный успехом в лечении мальчика И других пациентов Симончини Представил свои данные Итальянскому министерству здравоохранения Надеясь Что они начнут клинические исследования И проверят Как работает метод Но вместо проверки В средствах массовой информации Была организована травля А затем Синьора Симончини На три года посадили в тюрьму За то Что он якобы Убивал пациентов И это в то время Когда 9 миллионов человек Ежегодно Умирают мучительной смертью От проверенных методов Традиционной медицины К счастью Тулио Симончини Не удалось запугать Выйдя на свободу Он снова стал продолжать исследования И пытаться излечить Безнадежных больных Итальянского врача Уже не удивляет Что ни Минздрав Ни Всемирная организация Здравоохранения Не дают разрешения На клинические испытания Его метода Он считает Что всех врачей Ищущих альтернативу Смертельно опасной По его словам Химиотерапии Обязательно лишат лицензий И сделают изгоями Я думаю, что пока есть Всемирный спрут Который управляет Мировыми процессами Этот метод на официальном уровне Не признают Несмотря на столетние исследования Рак остается неразгаданным Потому что у кого-то есть Потребность убивать людей Поскольку количество Заболевших раком С каждым годом возрастает Значит иммунитет Населения планеты Ежегодно ухудшается Но почему это происходит? Не является ли увеличение Смертности от онкологических заболеваний Хорошо спланированной Спецоперацией По ослаблению иммунитета людей С помощью продуктов питания Пищевых добавок Пестицидов Гербицидов Зараженного воздуха И воды У Всемирной организации здравоохранения Нет неоспоримых научных доказательств Чтобы делать До 25 прививок детям В первые два года жизни Когда иммунитет Только формируется К тому же известны случаи Когда дети становятся инвалидами Или умирают От воздействия вакцин И как объяснить позицию Основателя Майкрософта Билла Гейтса Который относительно недавно заявил Численность населения Стремительно приближается К 9 миллиардам Если мы сейчас действительно Хорошо поработаем Над новыми вакцинами То понизим количество людей На 10-15 процентов Это такой фашизм Только в другом виде То есть если раньше Сжигали там Обивали То сейчас с помощью лекарств Вакцин И продуктов питания Делают Такая вот Мина замедленного действия Доказательство этому Массовая вакцинация Против столбняка В Никарагуа Мексике И на Филиппинах В 1990 году Впоследствии выяснилось Что в вакцине Есть вещество Препятствующее Развитию беременности Но возможностей По уничтожению Запланированного процента Населения У биотехнологий Гораздо больше Те же генно-модифицированные Продукты питания Они убивают иммунитет Вызывая онкологические заболевания А также Приводят к бесплодию Это доказало В своих исследованиях Над крысами Доктор биологии Ирина Ермакова И что немаловажно Этот факт подтвердил В повторных опытах Над дикими хомяками Доктор биологии Алексей Суров Животные, которые содержались На шроте Вот на этом содержащем ГМО Ну там первое поколение Было еще ничего То есть мы получили потомство Но второе поколение Уже потомство было Очень ограничено То есть там уже Не все пары размножились А третье мы вообще Не получили уже То есть там Получилось такое уже Ну явно Произошло угнетение Репродуктивных функций Однако Мировое сообщество А точнее Всемирный спрут О котором говорил Итальянский врач-онколог Тулио Симончини Как будто не замечает Происходящего А может Выполняет заповеди Которые отчетливо Прописаны на стенах Этого сооружения В американском штате Джорджи Напомним В мире должно проживать Не более 500 миллионов человек Если так вот говорить Конечно это идет не от Бога Это идет от дьявола И даже когда я проводила Своё исследование То мне пришло такое письмо Что вот эти продукты Это продукты созданные Эву Дьяволом И я еще тогда удивилась Странное какое-то письмо Мне иностранные коллеги прислали Для сокращения численности населения Мировому правительству Необходимо заставить Все страны Закупать генно-модифицированную продукцию И похоже наступает Последний этап По успешной реализации Этого плана В сентябре 2012 года В США состоится Международная конференция На которой Элита англосаксов Собирается добиться Юридического признания Безопасности всех Генно-модифицированных Продуктов питания Мое такое ощущение Что цель этой конференции Как раз признать Тот факт Что ГМО якобы безопасно То есть это выгодно Производителям Они скорее всего И финансируют эту конференцию И в таком случае Многие страны Особенно если они члены ВТО Они не смогут отказаться От ГМО Они обязаны будут ее принимать И уже никто Не скажет Что вот Там у нас высокая смертность Или заболеваемость Потому что это связано С продуктами питания Поскольку Было принято решение На международном уровне Что они безопасны Международные стандарты Они во всех областях Нашей жизни От образования До фастфуда От вакцинации И лечения болезней До попкорна В кинотеатре Они даже возводят В норму Сексуальную распущенность И гомосексуализм По одной из версий Именно международные стандарты Которые так рьяно Культивируют Богатые семейства Запада Являются прикрытием Сотворенного зла И всех мировых бед За последние сто лет Управляют миром Только потомственные семьи Потомственные семьи Так называемой Черной аристократии Они ведут свое родословно На десятки поколений Вглубь веков И к управлению миром Допускаются именно такие люди То есть другие не допускаются Многие исследователи считают Что династия британских монархов А также все существующие семейства Крупных банкиров Влияющие на ход политических И экономических процессов Объединены родственными линиями То есть Винздоры Ротшильды Рокфеллеры Морганы Оппенгеймеры Клинтоны Буши И другие влиятельные кланы Это практически Одна семья Ну Черная аристократия Является потомками Ближневосточных жрецов То есть Это были халдейские жрецы Которые пришли В Египет Из Египта Они были изданы Значит Их пытался Моисей перевоспитать Ну вот Они создали свою паству И на основе этой паства Они Пытаются теперь Захватить мир 1966 год Центральная Мексика Сенсационная находка Хорошо сохранившиеся Наконечники копии Обнаружили в очень древних Слоях грунта Там где их быть Не должно Эксперты геологической Службы США Подтверждают Невероятную гипотезу Возраст древнего оружия 250 тысяч лет То есть 200 тысяч лет старше Чем официально принятая Дата появления человека Вскоре к ученым Обращаются Представители Спецслужб Они требуют Изменить Результаты датировки Вирджинии Стинт Макентайр Проводившие Исследования Напрямую Угрожают Лишением работы Впоследствии Ее карьера Будет полностью Уничтожена Поскольку Она не согласилась На фальсификацию Ее находки Доказывали Что теория Эволюции Дарвина Лженаучна И скорее всего Заказана Теми кругами Которые пытаются Скрыть Какую-то Истину Современная Теория Эволюции Точнее сказать Неодарвинизм Или синтетическая Теория Эволюции Это вообще Не научная Теория Потому что Ну во-первых Она обладает Интересной Особенностью В отличие от всех других Научных Теорий Которые Теориями Являются Она вообще Не обладает Никакой Предсказательной Силой Кому-то Очень нужно Было Похоронить Открытие Вирджинии Стин Макентайр Но в чем Причина Почему На охрану Теории Эволюции Бросились Спецслужбы Защищающие Интересы Именно Банкиров То есть Родовых Семейств Которых Исследователи Нередко Называют Иллюминатами По одной из версий Представители Родовых Семейств Являются Потомками Древней Расы Драконов Если Вы спросите У меня Какой процент Составляют Представители Этих Родовых Линий По сравнению С остальной Частью Человечества То спустя 20 лет Своих Исследований Я вам могу С точностью Сказать От 4 До 5 Процентов Но вернемся К археологическим Раскопкам За 22 Года До Открытия Вирджинии Стин Макентайр Произошло Более Глобальное Событие 1944 Год Центральная Мексика Исследователь Вальдемар Вальдемар Джульсрут Во время Раскопок Находят Сотни Древних Статуэток Они Прекрасно Сохранились Фигурки Изображали Как людей Разных Рас Так и Динозавров Казалось Что их Ваяли С натуры Это Невозможно Прокричал Исследователь Люди Не могли Этого Видеть Считается Что люди Никогда Не видели Динозавров Так как Те Вымерли За десятки Миллионов Лет До Появления Человека Но Странные Находки Свидетельствовали Об обратном То есть Получалось Что люди И динозавры Существовали Вместе Еще 200 Миллионов Лет Назад Во времена Мезозойской Эры И скорее Всего Последние Динозавры Вымерли Не 60 Миллионов Лет Назад Как утверждает Официальная Наука А всего Несколько Столетий Назад В русских Сказках Таких Существ Называли Нежитью А вот Последние Драконы Ну В общем Я думаю Этим Сведением Можно доверять Были Уничтожены В средние века То есть Вот до Средних веков Еще остатки Этой Драконьей Цивилизации Еще оставались На земле Но постепенно С ней Человек Справился Вот Драконья Цивилизация Пошла По другому По пути По пути Генетическая Диверсия Диверсия Убивая Потому что В индийском Истинную Сущность Родовых Линий Которые Сегодня Руководят Большинством Стран Во всех древних Источниках Говорится Что в Вавилоне Появилась Некая Нечеловеческая Раса Которая Смешалась С представителями Человеческой Расы В результате Чего Возникли Гибридные Родовые Линии Которые Стали Основателями Монархической Формы Правления И права На власть В результате Такого Скрещивания На земле Появились Гибриды Некие Цари Змеи Которые Считали Себя Полубогами То есть Посредниками Между Человеком И высшими Силами Они Основали В Египте Королевский Двор Дракона А затем Начали Распространяться По всему Миру Они Стали Проникать В европейские Правящие Династии Примерно 2000 лет Назад И вот Постепенно Они захватили Практически Все царствующие Династии Ну кроме России Еще нескольких Стран То есть Вот сейчас Такая ситуация Что с одной стороны Все оставшиеся Монархи Находятся В их руках С другой стороны Управляют Миром Финансовые Кланы А президенты Премьер-министр По сути дела Являются Их марионетками То есть Они Ими назначаются У представителей Родовых линий В жилах Течет Голубая Кровь Чего они Никогда Не скрывали Выдавая Эту особенность За принадлежность К аристократии Хотя С точки зрения Науки Голубой Цвет Крови Обусловлен Наличием В ней Огромного Количества Ионов Меди Как У рептилий У них Тоже Кровь Голубая Слегка Напоминающая Медный Купорос На протяжении Всей истории Эти родовые Семейства Навязывали Миру Мысль О том Что благодаря Их генетической Структуре Благодаря Их ДНК Им дано Право Руководить Всем Человечеством Есть и еще одно Свойство Присущее Только Представителям Этих родовых Семейств По утверждению Дэвида Айка У них Как и у рептилий Атрофирован Орган Отвечающий За Сострадание К ближнему У них Полностью Отсутствует Эмпатия То есть Понимание Эмоционального Состояния Другого Человека А если Нет Эмпатии Значит Нет Ограничений Все Дозволено Для Обычного Человека Неприемлема Бомбардировка Багдада Или Ливии А для них Это норма Они Планируют Убийство Потому что Страдания Стариков И детей Для них Никакого Значения Не имеют На сегодняшний День осталась Только одна Королевская Семья Винздеры Все остальные Были уничтожены Во времена Революций И переворотов Рокфеллеров Оппенгеймеров И других Известных Фамилий Занимающих Ключевые Посты Либо Во власти Либо В теневом Правительстве Все эти Династии Являются Потомственными Сатанистами То есть Они Из-за И зачатия Происходят Сатанинских Ритуалах И они Постоянно Общаются Вот с Так называемыми Инфернальными Сущностями Инфернальные Сущности Человеческий Глаз Не видит Люди Верующие Называют Этих Сущностей По-разному Дьяволом Демоном Сатаной Или Люцифером Чье Всевидящее Око Изображено В том числе И на Американских Долларах В шумерской Мифологии Эти существа Называются Анунаки Пришельцы С неба У гностиков Они называются Арканы У зулусов Дети Змея В исламской Мифологии Это нашло Своё отражение В понятии Джин Джин Это существо Которое Являясь Невидимым Для человека В то же время Может Манипулировать Человеческим Обществом Наше зрение Устроено Так Что не видит Всего Что окружает Человека Считается Что только Ясновидящие А также Люди С нарушенной Психикой Способны Различать В пространстве Сущности Тьмы И зла Пермский Психиатр Геннадий Крохалев Ещё в советское Время Придумал Оригинальный Способ Подтверждающий Существование Сущностей Потустороннего Мира Крохалев Соединил Объектив Фотокамеры С маской Для подводного Плавания Маску Он надевал На лица Пациентов Страдающих Галлюцинациями И производил Съёмки Результат Ошеломет На проявленной Плёнке Были изображения Разных Животных Были и драконы И черти И демоны То есть Все те Сущности Которые По словам Душевнобольных Преследовали Их в момент Съёмки Крохалева Объявили Зумасшедшим Всё закончилось Его загадочной Смертью До сих пор Родственники Считают Что Крохалева Убили И возможно Причина убийства Скрыта В его Научной Деятельности Геннадий Крохалев Доказал Что зрительные Галлюцинации Имеют Внешнее Происхождение Исследователь Был уверен В существовании Невидимого Астрального Мира Энергетика Которого Бывает Отрицательной И негативно Влияет На больных Так как Они имеют Тонкую Ауру То есть Слабую Энергетическую Защиту Всё Что находится В нашей реальности Является Вибрационным И информационным Полем Резонирующим На определенных Частотах Человек Получает Информацию Из пространства Подобно Приемопередающей Радиостанции Поэтому Наша ДНК Это на самом ДНК Это на самом деле Волновое Информационное Поле И невидимые Сущности Могут Общаться С иллюминатами На недоступной Обычным Людям Частоте По версии Дэвида Айка Мы можем Смотреть На человека Или общаться С ним И при этом Даже не догадываться Что он Рептилоид То есть Связан Одним Информационным Полем С невидимыми Сущностями Они из цивилизации Драконов То есть Это часть Их жизни И По-видимому Именно это Воздействует На их генетику То есть Они Вообще говоря Ненавидят Все человечество То есть Вы Начитали их планы Планы сократить Население До 500 миллионов Тактика Областях Жизни При этом Наука Нередко По приказу Уводилась На ложный Путь Если вдруг Какие-то Открытия Противоречили Интересам Этих Семейств Так Еще в конце 19 века Был уничтожен Проект Внедрения В жизнь Бестопливных Технологий Николы Теслы Который С помощью Небольшой Турбины Ниагарской ГЭС И системы Беспроводной Передачи Электроэнергии Обеспечил Электричеством Целый Штат Отвечая На вопросы Журналистов Тесла Говорил Что Энергию Он берет Из окружающего Нас пространство Все пространство Кипит Вот этой Энергией Но Приборы Не могут Зафиксировать По своей Просто Физической Несостоятельности Вот и все Считают Что ничего Нету А на самом Деле Там в миллионы Раз сильнее Допустим Излучение Чем От Обыкновенного Солнышка Вот если Даже солнышко Взять линзу В солнечный день Можно поджечь Деревяшку Представьте Энергию В миллион Раз сильнее И это Сфотековывает Небольшой Площади Одесса Наши дни Экспериментальная Лаборатория По изучению Бестопливных Технологий На столе Катушка Теслы Сейчас покажу В работе Вот смотрите Бесшумно Ничего Не трещит Вы видите Подношу Пинцет Это Говорит о том Что вокруг Трансформатора Тесла Возбужденный Участок Эфира Эфир Для простоты Понимания Это и есть Пространство Которое Вокруг Нас И в котором Ежесекундно Происходят Феноменальные Физико-химические Процессы Это кипящий Бульон Фактически Из кучи Мелких частичек Знаком Плюс и Минус Которые То уничтожаются То появляются И провокатором Вот этого Бульона Кипящего Плотного Высокой Энергии Является Галактическое Излучение Круглосуточно С центра Галактики Плюс еще Энергия Нашего Солнца Солнечная Плазма Которая Протоны Летят Солнышко Наше И все Остальное Дело Мы этого Это мы считаем Принимаем За фон За ноль Но на самом деле Уровень этот Очень большой И оно не настолько Жесткое Как допустим Гамма-излучение При взрыве Атомной бомбы И все остальное Довольно мягкое И мы себя чувствуем Как рыба в воде В этом всем деле С помощью генератора Тесла Можно получать Бесплатную Электроэнергию Из окружающего Пространства Генератор Тесла Играет роль Одного полюса Окружающее Пространство Другого Между Этими Двумя Полюсами И возникает Электрический Ток Вот обычная Лампочка Накаливания Посмотрите Вот В вакуумном баллоне Лампочки Разряд Это не обычный ток Мы Рабочее название Это холодный ток Почему Обратите внимание Я держу в руке Лампочку Одним концом Второй конец Подключаю Ни наносим Не вреда Абсолютно Никакого Электричество Можно передавать На расстоянии Без проводов Достаточно К одной Гидроэлектростанции Подключить Сеть катушек Тесла И опоясать Ими весь Земной шар Чтобы обеспечить Электроэнергией Все страны мира Система Теслы В этом случае Работает Как Ретрансляторы Телефонной Мобильной Связи Которые Без проводов Моментально Доставляют Сигналы В нужную Точку Планеты Лампочки Дневного Света Загораются В руке Такие Лампочки Можно Действительно Подсоединять Без проводников Вообще И они Будут Гореть Светить В зоне Действия Трансформатора Тесла Но есть И другой Принцип Получения Дешевой Электроэнергии Это Холодный Ядерный Синтез В конце Пятидесятых Годов Прошлого Века Советские Ученые Пришли К выводу Что Атомная Энергия В миллионы Раз Эффективней Если Ее Получать Не при Высоких А при Низких Температурах Оказывается Что Они Идут При холодной Температу При довольно-таки Малых Температурах Осуществляется Так называемый Холодно-ядерный Синтез И впервые Он был Получен Физиком Иваном Филимоненко В конце Пятидесятых Годов И была Разработана Секретная Программа По управляемому Холодному Синтезу Осуществляемому Специальному Реакторе С Палладиум Катализатором Программу Холодного Ядерного Синтеза Поддержали Курчатов Королев Келдыш Если Почитать Статьи О перспективах Космонавтики Которые Сергей Павлович Королев Писал В начале Шестидесятых То можно Подумать Что он Был Фантазером Мечтающим Осваивать Луну Марс И даже Венеру На самом Деле Королев Подразумевал Что на Космических Кораблях Будут Установлены Двигатели Использующие Холодный Ядерный Синтез Вот только Мечтанием Королева Не суждено Было Сбыться При странных Обстоятельствах Ушли Из жизни Королев Курчатов И Келдыш А самого Открывателя Холодного Ядерного Синтеза Филимоненко Поместили В сумасшедший Дом И вот Такая Такая Ситуация И привела К тому Что Наша Космическая Программа По холодному Ядерному Синтезу Была Разгромлена Подобные Программы Были Впоследствии Уничтожены И в США В Советском Союзе Работы По холодному Ядерному Синтезу Возобновили Лишь В 80-х Годах В Петербурге В 90-е Годы Существовала Фирма Которая Производила Автомобили На базе Обычных Жигулей Двигатель Использовал Реакцию Холодного Ядерного Синтеза То есть При минимальном Количестве Топлива Автомобиль Мог Клезть Месяцами А дальше Произошла Буквально Детективная История Фирма Решила Продемонстрировать Суперэкономичные Жигули На выставке В Париже После того Как им Рукоплескали В зале К ним Подошел Заместитель Министра Энергетики Франции Сказал Ребята На вас Пошла охота Я советую Вам Драть Ноги Из Парижа Ну Когда они вышли Автомобиль Уже их Уничтожен Просто подожжен Потому что Внедрение Бестопливных Технологий Для родовых Семейств Смерти подобно Ведь если Человечество Вопреки Всем Проискам Спецслужб И заказным Научным теориям Начнет Осваивать Альтернативные Бестопливные Технологии То отпадет Необходимость В добыче Нефти Газа И угля То есть Иллюминаты Лишатся Своих монополий И как следствие Войны Заземные Ресурсы Станут Бессмыслицей И Все Эпоха Построения Нового Мирового Порядка Закончится В одночасье А то Что сейчас Происходит В мире Это и есть Попытка Форсирования Построения Нового Мирового Порядка То есть Они сейчас Решают две главные цели Вот Развязыванием войн На Ближнем Востоке Во-первых Подчинить себе Непокорные страны И Завладеть Их нефтью А вторая причина Этих войн Состоит В том Что уже Намечены Сроки Построения Нового Мирового Порядка Примерно Это Не секрет Объявлено Представителем Королевского Семестра В 15-м году Они Хотят Посадить На трон В Иерусалиме Принца Уильяма Он По их планам Должен стать Антихристом В мае 2004 года В прессе Контролируемой Ротшильдами Была опубликована Фотография Принца Уильяма С ягненком В руках Некая Параллель Сюжета Про Иисуса С ягненком Которого Библия Описывает Как Агнец Божий Для обывателя Фотография Совершенно Невинна А для Исследователей Теории Заговора Принц Уильям Обозначен На фотографии Как Антихрист Поскольку В масонской Литературе Антихрист Это красивый Обаятельный И искусный Мастер Лжи И притворства Принц Уильям Будет коронован Как мировой Диктатор В 2015 Году Когда ему Исполнится 33 года То есть В возрасте Христа Дело в том Что Современная Система Власти Опирается Прежде всего На Британскую Империю Мало кто Знает Что в Конституции Соединенных Штатах Есть поправка Которая Говорит Следующее Король Великобритании Делегирует Право Управлять Соединенными Штатами Президент Таким образом Когда они Создадут Единого Мирового Правителя То он Будет Автоматически И правителем США И правителем Всего Британского Содружества То есть Половина мира У него Уже будет В кармане И все же Надо понимать Что во все времена Когда миру Предрекали Глобальную Катастрофу И даже Конец Света Именно Россия Становилась Оплотом Светлых сил Спасая Человечество От нашествия сил Зла в лице Наполеона Или того же Гитлера Однако Сторонников Теории Заговора Пугает Тот факт Что сегодня Нашествие сил Тьмы Может выражаться В формах Невидимых Человеческим Глазом При строительстве Нового Мирового Порядка Особый Упор Делается На уничтожение Русского Языка По одной Из версий Над этим На западе Работают Целые Институты Если мы можем Управлять языком То мы можем Управлять Мыслями людей Раз мы можем Управлять Мыслями людей Значит мы можем Управлять их Восприятием То как они Воспринимают Этот мир И в этом мире Перестает быть Милосердие Ничего не будет Милого сердца Все становится Неким толерантным Что такое толерантность Никто не может сказать Двойной язык Двойная мораль Двойные стандарты И уже такие понятия Как демократия И гуманизм Прикрывают Злодеяния В виде войн На Ближнем Востоке Понятие Добро Можно переименовать В благотворительность Справедливость Назвать Легитимностью Понятие Чести Подменить Словом Свобода А с правдой Можно Вообще Не считаться Называя ее Информацией Внедрение Аморфных структур Подменяющих Истинный смысл Это несомненно Один из этапов Диверсионной работы По разрушению Духовной общности Нашего Многонационального Народа Именно Внедрение Нового Русского Языка Разобщает Людей Сужение Сужение словарного Запаса А сужение Словарного Запаса Которое Происходит Неуклонно Происходит Постоянно Приводит К тому Что Ну может быть Грубое слово Но тем не менее Люди деградируют У них Есть меньшее Количество Возможностей Для описания Внешнего мира Они Многих Вещей Не могут Замечать И это Действительно Поэтому Уже Неудивительно Что Так Безнаказанно Переписывается История Молодому Поколению Запада Уже Вдолбили В голову Что Победу Во Второй Мировой Войне Одержали США А не Советский Союз А Многонациональный Советский Народ Ценой Десятков Миллионов Жизней Освободивший Пол Европы От Геноцида И рабства Уже Без Стеснения Многие Называют Окупантом Более того Практически Все ключевые Мировые Изобретения Русских Ученых Девятнадцатого Века Начиная От крекинга Нефти Изобретения Винтовки Электрической Лампочки И заканчивая Радио Американцы И европейцы Присвоили Своим Ученым Создав Миф Что в России Ничего Изобрести Не могут Поскольку Все пьют Водку И охотятся На медведей Шатающихся По улицам Москвы Все эти мифы Пропагандируются Иллюминатами Цель Парализовать Волю Русского Народа И разрушить Его веру В будущее Они каждый раз Показывают О том Что у нас Что-то Нехорошее Что-то Происходит Каждый раз У нас Упоминание О том Что или Будет Кризис Или Что-то Рухнет И Здесь Еще одна Очень интересная Связка Мы Постоянно Находимся В так Называемом Состоянии Выученной Беспомощности Есть Такое Вредное Для человека Психологическое Состояние Которое Называется Как раз Состояние Выученной Беспомощности Чем оно Интересно Именно В состоянии Выученной Беспомощности Человек Наиболее Подвержен Например Восприятию Аллергии Количество Людей Которые Подвержены Аллергии За последнее Время Увеличивается Увеличивается Катастрофически Это Через Слово Это Идет Через Слово Это Идет Именно Через Слово Такая Манипуляция Сознанием И приводит К тому Что все Духовные Ценности Начинают Отбрасываться Запущен Механизм Подмены Нравственных Понятий Миром Правят Деньги Успешный Человек Это Богатый Человек Бедный Человек Это Неудачник И ему Нет Места На земле То Что Что Сейчас Происходит В мире Это Вообще Это Катастрофа Это Говорит О том Что Общество Сейчас Развивается Неправильно То есть Какой-то Патологический Процесс Развести Общество Когда На первое Место Ставится Получение Прибыли Или Собственно Благополучие Когда Решают Что Давайте Часть Населения Выживет А другая Часть Должна Почему-то Погибнуть США Что Джорджия На разных Языках Здесь Можно Прочитать Десять Необычных Посланий Одно Из них Гласит Что На земле Должно Проживать Не более Пятисот Миллионов Человек Видимо Остальным По замыслу Автора Нет жизни На земле Относительно Недавно Неизвестные Туристы Написали Здесь На разных Языках Что Хотят Жить И Что Никакое Золото Никакие Деньги Не стоят Человеческой Жизни Она Главная Ценность На земле И тот Кто Этого Не понимает Видимо Действительно Является Потомком Драконов Редактор субтитров